Рекламно-информационная программа. Единым потоком все это идет в нашей группе ВКонтакте. Причем, как я понял, это премьера. Мы сегодня такие опытные кролики. С нами редактор сайта Кирова.ру, Дарья Топузлеева. Она как раз сейчас держит в руках гаджет, снимает нас. Поэтому вы ее не видите, вы видите только нас. Зайдите ВКонтакте, если у вас есть такая возможность, вы сможете увидеть нас воочию. Ну и представляем нашу гостю, Николай. Ну, вообще, я хотел бы сразу представить тему, а из темы, получается, наши гости. Да, из темы выпрыгнет гости. Все в белом, да. Что в первую очередь? Говорить мы будем о фестивале немецкого документального кино, который, насколько мы сегодня установили, уже с апреля у нас продолжается. По одному фильму в месяц. Фильмы абсолютно уникальны. Два из них я совершенно точно видел и получил очень позитивные ощущения. И, главное, очень много интересного узнал. И говорить, рассказывать об этом фестивале будет у нас сегодня Дарья Ткачева. Начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства. В составе РОСИЗО. Ну, ты без этого не можешь. Ну, ладно, пусть бы в составе РОСИЗО. Дарья, добрый день. Добрый день. Дарья, да. Мы с Николаем одни из тех, кто видели, да, один из документальных фильмов. Я оба видел. Отвечая некоторых. Я один видел, да. Я один видел, я имею в виду фильм о Йозефе Бойсе, который мы смотрели. Еще был фильм о Герхарде Рихтере, да? Совершенно верно. Вот я даже запомнил фамилию и имя. Кстати, оба человека меня просто потрясли. Вот, на самом деле, такие мощные фигуры. Вот смотришь, думаешь, господи, как все это мимо нас прошло. Это действительно так, и, я думаю, в этом отношении документальное кино, оно подчас оказывается намного более впечатляющим, чем кино игроков. Ну, ты понимаешь, это не такое стандартное документальное кино. Конечно. Именно такое, оно очень сюжетно, очень захватывающее. Это не просто вот такое, знаешь, вот там хроника пошла и все. Потому что фигура, которая становится в центре этого кино, главным персонажем, это фигуры выдающиеся, это художники, которые сильно повлияли на развитие искусства, на культуру, на взгляд человека, на мир. И, конечно, фильм, в центре которого такой персонаж, он не может быть скучным или неинтересным. Многие просто отмечали, что получили удовольствие, ну, как бы сравнивали. Вот они шли, они полагали, что это художественный фильм какой-то, да, увидели вот такой документальный фильм, но он выстроен великолепно, да. Там все время и произведения искусства, и люди какие интересные, и мысли какие интересные, все говорят. Там есть некая дискуссия, некое там противопоставление, да, вот все выстроено так здорово, что жаль становится, когда часто истекает уже просто жаль. Это действительно так, и дело еще в том, что здесь происходит такое соединение, то есть когда повествование идет даже не столько про персонажей, про личности, про художника как человека, сколько про их искусство. То есть мы находимся в их картинах, в их произведениях, мы погружаемся вовнутрь, что бывает сложно сделать, даже посетив выставку, когда ты идешь и просто ты находишься напротив там полотен, да, или в какой-то инсталляции, но ты не знаешь всего бэкграунда, того, что было за этой работой, как она создавалась, как художник там передумывал тут положить краску или здесь, оставить ее так или продолжить над ней работу. И когда ты в этом фильме, вот что казалось про Рихтера, когда посмотрели, да, вот этот просто звук скребка, там просто другой музыки не надо, там настолько все это погружение в процесс создания искусства, это само по себе завораживающее действие. И, конечно, нам стал вот этот фестиваль тем и интересен, что он дает возможность углубиться, проникнуть за плоскость картины, за границы искусства, узнать, как оно создается из первых рук, из рук художника. Давайте поясним один из важных организационных моментов нашим слушателям, где, куда идти, собственно, чтобы посмотреть. И что у нас в ближайшее время, то есть почему мы сейчас не собрались, да, потому что, я так понял, в следующую среду, правильно? Да, началось сначала, так скажу, да. Фестиваль этот организуется в рамках большого нашего проекта, называется «Лаборатория современной культуры». Это большой профессиональный проект, который мы делаем вместе с Книжным клубом «12», вместе с Вятским государственным университетом и вот в рамках этого фестиваля с кинотеатром «Колизей». Проект направленный на попытку разговора, на попытку совместно через общение, через дискуссии, через разный формат мероприятий разобраться с тем, что такое современная культура, в которой мы живем. Как ее воспринимать, как относиться к современному искусству, как к отражению этой культуры. И вот одним из форматов этого большого проекта стал фестиваль немецкого документального кино, который проходит в кинотеатре «Колизей» в арт-зале номер 5. И ближайший показ будет во вторник, 31 июля в 19.00. По фотосвободной, по предварительной записи записаться можно у нас в группах «Лаборатория современной культуры» во Вконтакте и на Фейсбуке. Я думаю, не ставит труда их там найти. Либо через личное сообщение прямо мне. Опять же, в соцсетях. Напоминаем, что мне это Дарья Цкачева имеет в виду. Да-да-да. Просто давайте назовем, что показывать-то будем. Мы все сказали, кроме главного. Смотреть мы будем фильм про немецкого художника-живописца Отто Модерзона. Фигура не слишком известная для российского... В широких кругах. Да. Но крайне интересная и крайне важная для немецкого искусства и для европейского искусства в целом. Фильм, с одной стороны, это классика. То есть его творчество — это начало XX века, конец XIX, начало XX века. Но в этом фильме можно увидеть о том, как развивалось современное искусство того времени. И увидеть, что пейзаж... Того времени — это... Это рубеж XIX-XX веков. Рубеж XIX-XX веков, да. Но он жил, я просто прочитал, 1865-1943. То есть вот как раз полвека того, полвека того. Он, кстати, жил по тем временам. И он в своем искусстве, конечно, там очень было великое влияние французских импрессионистов. Вот этот революционный настрой авангарда, начинающийся XX века. Желание преодолеть академизм школы прошлых веков. И стремление какого-то более живого высказывания. И пейзаж становится своего рода таким именно образом свободы. И попыткой... И художник пытается зафиксировать этот момент убегающий. Эта идея быстротечности времени, которая начинается особо ощущаться на рубеже веков. С развитием технологий, с появлением фотографий. Очень любопытно, кстати, в этом фильме, что используются и фотографии, уже тогда существующие самого художника, его семьи. Тех пейзажей, которые он рисует. Это сопоставление разных взглядов, фокусов. А вот так живьем-то он там уже не появляется. Нет, конечно. Ну, Боис тоже умер, но мы, тем не менее, его видели, да? Ну, вот эта картина, кстати, вот у меня что впечатлило, как он Кальраби чистил, слушай, а? Я с тех пор, как Кальраби в руки попадает, чувствую себя, он безжалостно такую шкуру с нее толстую снимал, совсем не экономил. Ну, ладно. Я правильно понимаю, что вот эти фильмы, которые показываются в рамках фестиваля, это все тоже классика документального кино? Я помню фильм про Боиса, он 1976 года. Да, они очень разные по времени, эти фильмы, да, очень разные. Вот про Рихтера мы смотрели, я вот сейчас точно не вспомню, да? Это фильм, насколько я помню, был признан лучшим документальным фильмом. Да, он уже 2000-е годы, сейчас точно не вспомню. Да, это сам по себе прекрасный фильм. Да, фильм, который мы будем смотреть во вторник, это 2011 год. То есть это уже фильм, снятый по вновь открытым данным архивным, то есть там добавлены и фотографии, и тексты дневников, которые были открыты и озвучены. И создается такая вот тоже история, с одной стороны, крайне интересная, более, он, была очень любопытная его история семьи. Он был мужем тоже известной художницы Паулы Модерсон-Беккер. И то, как развиваются их отношения, даже то, как появилась эта фамилия у художницы Модерсон-Беккер, то есть сначала она просто подписывалась Беккер, а потом в результате вот этих вот слотных взаимоотношений она использует двойную фамилию. Там показываются, как они рисуют одни и те же виды, одних и тех же людей, вот эта разница художественных языков. О том, что она совершила своего рода революцию, она написала первый в истории искусства женский обнаженный автопортрет в полный рост. То есть для своего рода он как бы... Такой прорыв. Да, да. Это пощечина общественному вкусу. Это был тоже очень важный процесс, социальный процесс, и вот освобождение женщины как художницы, и развитие художественного языка и так далее. То есть фильм, на самом деле, несмотря на то, что это документальное кино, в нем находится место и драматургии личных отношений, и романтики, и прекрасных совершенно картин эстетических, эстетического удовольствия просто смотреть на хорошую живопись. Я думаю, что это будет интересно всем, кто интересует. Есть четкое количество фильмов, которые можно посмотреть в рамках этого кино? В данном программе фестиваля... То есть это уже будет третий фильм, да? Это будет третий фильм. И у нас осталось еще... Сейчас, секундочку. С десяток наберется? По октябрь. По октябрь. Так, сейчас у нас июль. Аугуст, сентябрь, ктябрь. Еще три, возможно. Еще три. Еще три фильма. Хотелось бы, чтобы получилось, чтобы было еще три фильма, да. Эта программа была составлена нашими коллегами в Нижегородском центре немецкой культуры, и была впервые показана вся эта программа в Центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, вот в Волговецком филиале, в нашем ГЦСИ. И они передали нам эту программу для показа в Кирове. Фильмы предоставлены немецким культурным центром Минегёта в Москве. Многие из этих фильмов были специально для этого фестиваля, переведены на русский язык, к ним добавлены субтитры. Вот субтитры, потому что когда с переводом идет, ой, нет, нехорошо, лучше с субтитрами, да? Все фильмы с субтитрами. Потому что красивая немецкая речь, вот эти вот... Да, 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 да. Кстати, когда мы смотрели фильм про Йозефа Бойса, для начала, конечно, было очень сложно настроиться, на что надо еще и титры читать, потому что, ну, мы как-то уже привыкли потреблять это все в переводе и так далее. А тут надо все-таки еще сосредотачиваться. Когда слышишь, вот именно слышишь, да, и интонация очень важна, да, это очень здорово. И атмосфера лучше создается гораздо. Нам пора сделать небольшую паузу прямо сейчас. Напоминаем, что мы говорим о фестивале немецкого документального кино, в котором вы можете принять непосредственного участия. Мы сегодня разыграем, да, видите, в рамках культпохода? Да, конечно. Застолбим местечко для кого-то из наших слушателей. Или зрителей в данном случае, да. Дарья Ткачева, начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО. Делаем небольшую совсем паузу. Затем начнем розыгрыш призов 211-101. И не забывайте о том, что у нас ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте, в группе радиостанции, есть сейчас прямая трансляция, видеотрансляция нашего эфира. И вас хочу предупредить, для, собственно, тех, кто наблюдает за этой видеотрансляцией, будет отдельный специальный вопрос. Для того, чтобы ответить на него правильно, нужно как раз-таки наблюдать за нашей трансляцией. Так что будьте внимательны. Культ-поход. Продолжается программа Культ-поход. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Дарья Ткачева, начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО. Пора озвучить призы, которые у нас сегодня имеются. Начнем к традиционно с книг. Вот, сейчас их возьму себе в руки. Так, книги от магазина «Читай город». Адреса магазинов это Преображенская 65 и Ленина 103 в торговых центрах, соответственно. Там всегда можно купить эти и многие другие. Очень интересные книжки. Начнем с Александра Панчина «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру. Паранормальных явлений. Без разных ограничений». В экран, пожалуйста, гаджетом можно даже показать. Да, вот эта книжечка. Она очень красивая. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию в нашей группе ВКонтакте. И еще раз говорю, что написано так, что можно читать даже самым маленьким детям. Видимо, на сон грядущий. Так. Продолжите. «История мира через призму математики. История математики. И ученых открытиях языка и красоте. 12 плюс». Вот смотри, а математика ограничена. 12 плюс. А в математике что-то есть. В паранормальных вещах ничего. Надо думать считать уже. Это что-то опасное, наверное, для детей. Алексей Варламов. «Душа моя Павел». Новый роман «Заросление». Павли не помилуеве его поступлений на филфак МГУ. Книга лауреат премии «Студенческий букер». 18 плюс. Слушай, филфак МГУ – это какое-то страшное место, видимо. Ну. Да, и Луис Болтерс. «Чемодан миссис Синклер». Роберто находит в старой книге. Письмо своего деда Яна к бабуле Дороти. И далее развивает события 16 плюс. Очень симпатичная книжечка такая. Да, дальше, Владимир. Следующий приза билета на любой фильм и любой сеанс в кинотеатре «Дружба». Вы можете у нас сегодня выиграть. Либо можете отправиться в галерею «Прогресса». Две прекрасные выставки, которые открылись 12 июля. На самом деле прекрасные и уникальные ребята. Вы потом больше нигде этого не увидите. Это выставка «Оттепель» выдающегося советского и российского фото-журналиста. Классика отечественной фотографии Владимира Лагранжа. Ограничили 0 плюс. И точно такое же ограничение у фото-выставки «Гол». Она посвящена к чемпионату мира по футболу. Собственно, за несколько дней до начала этих двух выставок мы их подробно анонсировали на нашем эфире с участием директора современного центра. У нас есть сертификат. Центр современного изгостка Дмитрия Шелеева. На четыре занятия в школе современной музыки «Практайс Метод». Как еще раз? «Практайс Метод». Практический метод. Ну, практический метод. Ну, черт возьми. Надо подучить, конечно, этот инглиш. Сертификат на два занятия в школе танцев «Айрон». У нас тоже были представители этой школы. Очень симпатичный. Был эфир с самым молодым участником, мне кажется. Восемь месяцев. Восемь месяцев. Восьмем месяцев. Тимофей его зовут. Тимофей, да, прекрасно совершенно отвел эфир. У нас есть приглашение в ресторан «Гауди». Там завтра, 28 июня, в восемь часов вечера. Вечеринка в стиле «Крейзи фифтис». Шейкеры. Два места за бар. Это говорит о том, что за барную стойку все остальное за ваш счет. Вас только пустят. 12+. Вот такие у нас признаки. Сейчас начнем розыгрыш. 211-101. Напоминаю номер нашего телефона. Специальный вопрос для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию в группе ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, что я сейчас держу в руках. Зайдите. Очень легко. С гаджета, с компьютера, с любого устройства. Скажите, что я сейчас держу в руках. Опишите это. Дозвонитесь. Да, достаточно просто описать. Подтвердить, что вы это видели. 211-101. Рассказать, и вы получите тот приз, который выберете из списка, озвученного нами. Ну, а теперь вопрос уже по традиции для слушателей. Дарья, пожалуйста. Ну, поскольку мы с вами сегодня говорим о кино, про искусство, я не могу вспомнить о том, что масса художественных фильмов снята про художников, про их муз. Про, собственно говоря, про искусство, про живопись, про скульптуру и все такое. Поэтому вот вопрос у меня в этом же духе. Например, вспомните, кто исполнил главную роль в фильме «Девушка с жемчужиной сережкой» 2003 года, посвященный шедевру голландского художника Яна Вермейера. «Девушка с жемчужиной сережкой» так она и называлась. Вот кто исполнил главную роль в этом фильме? Если вы не знаете, то поступайте так, как делаю сейчас я. Я захожу в интернет. Причем, я отмечу, он делает с таким видом, что он-то знает ответ, да, а в это время руками тихонечко-тихонечко так это смотрит там, да. Вот, я в этом плане честен, я просто перевернул свой мобильный телефон, я не подглядываю. Ну, я уже туда забрался, я уже увидел. Ты уже знаешь ответ, да? В главных ролях. Так, ну все, я уже выяснил. Владимир, а вот теперь тогда принимай звонок. Я уже выяснил. Раз ты знаешь. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Здрасте, вы на вопрос хотите ответить? Или видеотрансляцию смотрите? Нет, на вопрос. Давайте, слушаем вас. Я думаю, что Скарлетт Йоханссон. Правильно, да? Да, совершенно верно. Правильно, Скарлетт Йоханссон. Подсматривать не надо было, и так надо знать. Ну да, да. Как вас зовут, мы не выяснили? Меня зовут Михаил Дмитриевич. Михаил, да. Куда пойдете, или что хотите вы взять в качестве приза? А вот в галерея прогресса, это выставка на обе выставки? Да, да, да. На две интервью на две выставки. Пойдете? То есть вы можете взять с собой друга, либо подругу, либо жену, либо ребенка, потому что там ограничение возрастное 0+. И по этому билетику посмотреть обе выставки вдвоем. Идите. Хорошо. Все? Давайте. Этот билет ваш. Этот билет ваш, и это не последний билет, кстати, в галерею прогресса, который мы сегодня можем разыграть. То есть мы продолжаем разыгрывать. У нас есть еще, я не вычеркиваю этот приз из нашего списка. Галерею прогресса на Горького 5 вы можете выбрать и отправиться туда. Следующий вопрос. Николай. Я, да. Ну, я продолжу тему, начатую в прошлой передаче, когда я вспомнил, что одному из моих любимых музыкантов, Карлос Сантане, исполнил 71 год. Неделю назад. Мощный, да, могучий старик такой. Причем, смотри, как интегрирован русскую культуру. Я вдруг вспомнил. Вспомните Гребенщикова, да, про двух доктористов, напившихся пива, да? Один зон пульсартера имеет в кармане этим сознанием горд, другой же играет порой на баяне Сантану и Weather Report. Вот. Мы говорили в прошлом номере, я задавал вопросик про 60-е годы, годы его, так сказать, первого рассвета, потом в 90-е его практически забыли. А в конце 90-х он вдруг выстрел прекрасным альбомом под названием Supernatural, да? Этот альбом получил... Супернатуральное? Да, супернатуральное что-то, да. Этот альбом получил, запомните, пообратите внимание, на в 2000 году сразу 8 статуэток Грэмми. А вот эта вещь стала просто хитом номер один во всех странах мира. Роб Томас поет, солист группы Matchback 20, а вопрос будет такой. Сантан получил 8 статуэток, этим самым повторил рекорд этой премии. Дело в том, что до него это удавалось только одному артисту. И сейчас будут, видимо, варианты. Да, варианты ответа три. Это сделал Стив Вандер, это сделал Брюс Спрингстин, или это сделал Майкл Джексон. Кто из них троих до Карла Сантаны смог получить аж 8 статуэток Грэмми? И это максимум? Максимум больше. На тот момент, и сейчас тоже. И сейчас, и сейчас. 8 статуэток. Есть у нас звонок, желающий ответить на этот вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Никита. Никита. Каков ваш вариант ответа? А я на самом деле звоню по поводу видеотрансляции. А, отлично. Никита, это к тебе, да? Я вас смотрю, у вас в руке какая-то, видимо, радийная премия, сжатый кулачок такой на фигистале. Ну, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы, это премия за победу в фестивале «Вместе медиа», это федеральный уровень, победа в номинации «Ток-шоу» в этом году как раз наша радиостанция получила. В общем, Никит, ну здорово, что смотрите нашу трансляцию в нашей группе ВКонтакте, теперь выбирайте, что хотите получить. Или вы не слышали, что мы... Нет, я слышал книжку «История математики». А, ух ты, ух ты. Все замечательно. Отлично. Подковано у нас. Показываю эту прекрасную книгу еще раз, да. Зрителям в нашей группе ВКонтакте. Нет, это, по-моему, вообще для всех людей просто прекрасно. Большой роман о математике. Ну что, благодарим вас. Спасибо. Да, пожалуйста, не отключайтесь, пообщайтесь с нашим редактором, она уже сообщит, куда можно прийти, чтобы забрать книжку. А мы что, мы продолжаем? А мы напоминаем вопрос. Вопрос остается, да, то есть в 2000 году Карл Сантана получил 8 статуэток Грэмми за свой альбом «Супернэчерл», повторил тем самым достижения другого американского музыканта. Три варианта ответа. Это был Стив Вандер, Брюс Принстин или Майкл Джексон. Композиция, композиция-то как называется? Композиция, которую мы слушали, назвал «Смуз». «Смуз», такой ровный, гладкий, такой приятный, очень такой, да. Вот, тоже композиция с интересной очень историей, но я думаю, что я не буду зацелять эфир этой истории, потому что мы сегодня говорим совсем о другом. Да, я немножко там предполагаю, о чем идет речь, потому что там корни у этой песни, да, довольно непростые. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, я думаю, что это Майкл Джексон. Вы правильно думаете слушать его, совершенно правильно. Майкл Джексон за альбом какой, может, подскажете? Вот альбом не подскажу. Ну, у него самый знаменитый в «Триллер». Конечно. «Триллер». 1984 год альбом «Триллер». Тогда он получил эти самые восемь статуэток. Ответ совершенно правильный. Что бы вы хотели получить? Я думаю, книгу «Защиту от темных искусств», да. «Защита от темных искусств». Да, сегодня же ночью, лунное затмение, и высадная книга уже совершенно, да. Причем какое-то совершенно такое, да. Говорят, все переменится в этом мире после этого затмения. Так что, а вы будете защищены. Прекрасная книжка показывает. Без возрастных ограничений. Без возрастных ограничений, поэтому можете читать всей семьей. Ну, а что касается... Спасибо, не кладите, пожалуйста, трубку. С нашим редактором пообщайтесь. Ну, а что касается моего задания, то это будет задание, как обычно. Я вас прошу исполнить частичку какой-нибудь музыкальной композиции в нашем эфире 211-101. Заглянув в календарь примечательных дат, я увидел, что сегодня грандиозный праздник. Между прочим, День системного администратора. Ух ты! Слушай, а он не каждую пятницу отмечается. Вопрос такой. Говорят, что он каждую пятницу отмечается. Потому что у нас сисадмин, он, по-моему, каждую пятницу с такой же праздник. А вы знаете сегодня день системного администратора? Системный администратор – это каста такая людей, вот таких специфических. Особых людей. Особых. А как мы выяснили в одном из эфиров таких интровертов, как они нам, интровертов, там что-то говорил у вас гость. Мы системных администраторов, безусловно, поздравляем с этим днем. И, кстати, в американской транскрипции он называется не просто день администратора системного, а день благодарности системному администратору. То есть надо что-то еще и нести им. Давайте мы поблагодарим их. День благодарения. День благодарения. День благодарения свой такой. Одна из последних композиций. У Би-2, по-моему, как много лайков. А ты все это не подсказываешь. Как много лайков у нас с тобой. Он опять всю песню вот так вот перечислилит, он людям петь нечего. В общем, какую-нибудь терминологию такую, связанную с гаджетами, с компьютерами. Ну, вообще с IT. С сетью. Просто это современный русский язык. Эти слова уже присутствуют многочислено в нашем языке. Вот, пожалуйста, 211-101. Да уже желающие есть. Покумекайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин к нам дозвонился. Да, да. Мы вас узнали. Андрей, петь придется. А если стихи прочитать? Ну, можно и стихи. Хотя можно ведь. Можно нараспицу этих читать. Это, кстати, даже и песня. Да, но есть и стихи. Игорь Евгеньев. Старый бабушкин компьютер, ты скрипи на зло годам. Старый бабушкин компьютер, за два новых не отдам. Отлично. Там точно компьютер? А никакая... Нет, компьютер. И вот могу немножко своего короткого начала, да? Давайте. Тухты до Мозамбика. По числу инета друзей. Наши бабушки Индига. Впереди планеты всей. Отлично. Что за хакеры гадают? Все великаются в новостях. Это бабушки страдают от бессонницы в ночах. Раньше коврики вязали, а теперь двоичный код. В комп любой они влезают, прокроив в сети проход. Техномудрый, чрезвычайно, завернувшись в кринолин. Из глубин пенсионвайна добывают адреналин. Отлично. В полных и святыми окружаться всех сторон. И под никами крутыми хэппи-бёздик Пентагон. Во-во. Я просил хотя бы один такой специфический термин, а тут вон их сколько. Вон их сколько. Полон текст. Андрей, выбирайте тот приз. А в дружбой смену есть ли сегодня билет? Да, пока еще есть. Пока еще не взяли. Вот дружба, да, на любой фильм сеанс. Не кладите, пожалуйста, трубку. По традиции общение с редактором вас дальше ждет. Ну а у нас подошло время небольшой рекламы. Напоминаю, что у нас есть еще и видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, группы нашей радиостанции. Найти очень просто. Заходите. Мы скоро продолжим. Культ поход. Продолжаем нашу программу «Культ поход». Дарья Ткачева, начальник регионального отдела Велго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО. Мы сегодня говорим о фестивале немецкого документального кино, который в кинотеатре Колизеи, в самом центре города, в арт-зале номер 5. Уже было два показа. Третий на НОСУ, 31 июля будет. Это следующая среда? Да, следующая среда. Вторник. 31-й раз это вторник? Вторник. Да. Что-то у меня с внутренним календарем. Понедельник и вторник у нас, июль заканчивается. В среду уже август начинается. И мы сегодня можем разыграть местечко, собственно, на этот показ. Да, мы, кстати, об этом забыли сказать, что у нас есть местечко. Есть еще местечко-то? Да, есть. Есть. Найдем. Просто напоминаем, что... Там, кстати, насколько я помню, в Дерзал, там мест всегда хватает. Да, коннектиться можно через, собственно, группы ВКонтакте и через личную страничку в соцсетях Дарьи Ткачевой. Еще раз напоминаем, что за фильм будет показан у нас? Широко и мощная природа от Томодерзона. От Томодерзона, да. Мы уже немножко рассказали. Если анонсировать следующий фильм, мы можем это сделать? Нет, пока. Пока дату точно не назову. Нет, а что за фильм? А что за фильм? А фильм будет про фотообъединение, тоже начало 20 века. Отелье Осткройс называется. О-о-о. Но подробнее... Что-то такое на слуху такое. Да, достаточно известное такое объединение было тоже художников, фотографов. И вот о том, что это было за такое явление, как оно развивалось, и будет этот фильм. Как отклик, по мнению организатора вас, Дарья, на эти фильмы, на показы? Что за публика приходит. По тем, что были очень радужные отвлики. Ну, знаете, скажем так, если после фильма люди в таком творческом возбуждении говорят, я хочу скорее побежать что-нибудь сам-сам сделать, мне кажется, это лучшая реакция на подобное кино. То есть это кино вдохновляет. Ну, надо напомнить, что арт-зол номер пять, он уютный, небольшой. Да, 41 место. Да, уютный, небольшой, так что такая очень теплая и душевная атмосфера присутствует на этом показе. Ну и, собственно, документальное, немецкое, в частности, кино, как раз-таки, очень подходит, мне кажется, под этот формат. Нет, просто многие понимают, документальное, да еще немецкое, думают, ну все, кирдык, да. На самом деле это очень классные фильмы, реально классные фильмы, сами по себе, вот как произведение искусства. Да и плюсы таких фильмов не коррестничных. Николай, не кирдык, простите, капут. А, да, Алис капут. Я, кстати, вспоминаю часто мое удивление, когда мы проводили фестиваль «Десять вечеров» на Спасской, и когда у нас был год итальянского кино, у нас там впервые участвовал фильм документальный. И как потом оказалось по отзывам, именно он больше всех запомнился и понравился зрителям. Не художественные, такие яркие фильмы были тоже очень интересные, а именно документальное кино. Потому что это достоверность настоящей жизни, которую не всегда выдумывать ничего не надо. Это достоверность настоящей жизни, это сила персонажей настоящих, живых, которые тоже, никакой актер так не сыграет, как живет человек. Это все делает документальное кино действительно хорошим конкурентом, достойным, самым крутым блокбастером и художественным кино. Слушайте, а если расширять границы, если попытаться найти какого-то современного человека искусства, носителя немецкого языка из Германии, кого-то пригласить, устроить встречу, почему бы и нет? Но это был бы прекрасный вопрос, возможности реализации этого всего. У нас в университете, в опорном вузе, я помню, был в гостях прекрасный немецкий переводчик, который... Помните, Николай? Да помню, переводчик-то я помню. Но речь там, мы идем все больше об изобразительном искусстве. Он пока, по-моему, никогда не приезжал. Нет, у меня просто сейчас мысль идет, например, если... А может, его напрячь? Нет, например, если бы мы были в Екатеринбурге, жили в Екатеринбурге, там есть посольство или консульство. Да, Deutsche Republik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland. В Нижнем Новгороде, во всех городах миллионников есть культурные центры посольские, французские, немецкие. Может быть, оттуда как-то зернуть все-таки не так уж далеко. Ну, не знаю, на мой взгляд, было бы интересно. Было бы, конечно, здорово, если бы еще и перед сеансом немецкая речь прозвучала. А здесь будет кто-то перед сеансом выступать, вот перед этим, который идет во вторник? Да, кстати говоря, спасибо, что напомню. Действительно, мы немножко меняем такой формат наших показов. И будет вступительное слово. Я пригласила представить фильм Наталью Валерьевну Клементьеву. Это кандидат к культурологии, доцент ФИАТГУ. И председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов здесь в Кирове. То есть, с точки зрения искусствоведческой, проанализировать и дать какую-то оценку творчеству Мандерзона и его жены Павлы Мандерзонбеккер. И поговорить о том, нам бы хотелось поговорить о том, какую роль сегодня можно отвести живописи и пейзажу. То есть, насколько пейзаж вообще можно стать современным жанром искусства. Вот об этом мы уже поговорим после фильма. Начнем говорить перед. Перед фильмом выступит. Ну как, перед фильмом выступит? Да, представление фильма будет, да. Так, нам пора продолжить розыгрыш 211-101. Напоминаю номер нашего телефона. Трансляция в нашей группе ВКонтакте. Видеотрансляция продолжается. Заходите и туда, если есть возможность. Итак, у нас две книжки. Две книжки еще есть в розыгрыше, да? Не ошибаюсь. Алексей Варламов, Душа моя, Павел. И Лиза Уолтерс. Чемодан Миссис Синклер. Да. Что у нас еще есть? Галерея Прогресса у нас еще имеется. У нас есть. У нас школа танцев есть. У нас есть практически метод. Тоже школа, где вас будут четыре урока бесплатно учить играть на музыкальных инструментах. На тех, которых вы пожелаете. И у нас есть приглашение в арт-зал. В арт-зал. На 31 июля. Да, на фильм, анонсируемый нами. И еще ресторан Гауди мы не упомянули. Ресторан Гауди. Завтра, 28 июля, в 20.00. Вечеринка в стиле Crazy Fifty. Шейкеры. Я говорю, слушайте, ну на шейкеров надо просто идти. Я удивляюсь, почему до сих пор никто их не взял. И на показ тоже документальный фильм надо идти. И вообще надо ходить и развиваться. Двигаться надо как можно больше. Даша, задавайте вопрос. Следующий вопрос. Ну, у меня еще один вопрос, связанный с художниками, с искусством, их музами в том числе. И уже, кстати, на более современных персонажей. Как звали музу великого американского художника Энди Орхола? Тоже ли он великим стал? Ставшей героиней фильма «Фабричная девушка» или более известного в российском прокате под названием «Я соблазнила Энди Орхола» фильм 2006 года. Исполнила ее актриса Сиена Миллер. А вот как звали эту самую музу Энди Орхола? Вот кто вспомнит? Не пойду в интернет, несмотря на то, что сегодня день системного администратора. Не хочу. Я просто читал прекрасную книгу под названием «Прошу, убей меня», да, вот про допанковскую культуру, где Энди Орхола играла главных ролей. И там вот эта героиня, она очень активна вся. Она же еще и танцевала. Она была художницей. Было странное название у этого танцевального коллектива, что-то вроде «Взрывная пластиковая неизбежность». Нет? Что-то вот такое по тем временам совершенно сюрреалистическое. Это лучше, чем «Детская неожиданность». Не знаю, наверное, да. Ну, раз Энди Орхол заинтересовался, наверное, все-таки лучше. 211-101. Есть у нас звонок? Нет пока еще звонка? Пока, ну... Давайте медленно еще раз повторим, Даша, вопрос. Как звали? Как звали? То есть, видимо, уже в живых уже, к сожалению... По-моему, нет. Давно было. Да, давно она очень, не очень кончила. Не очень долго прожила, да, как и многие из того времени люди. Такая бурная жизнь. Как звали музу Энди Орхола, ставшей героиней фильма, драмы «Фабричная девушка» или в русском прокате «Я соблазнила Энди Орхола». Называется фильм. Сиэна Миллер ее сыграла в фильме. Да, сыграла Сиэна Миллер. А, собственно, в реальности-то? По паспорту-то что называется? Да, вот уже есть желающие ответить, сейчас мы это узнаем. Фамилия очень известная. Так, на самом деле, да. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, внимательно слушаем ваш ответ. Я хочу попробовать, можно сказать, пальцем ткнуть в небо. Как положено, что это Твидди? А фамилия? К сожалению. Просто Твидди? Нет, 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 нет. Абсолютно мимо. Если других вариантов больше Михаила нет, то, к сожалению, вот мы будем ждать, будем ждать других звонков 211-101. Плохо мы еще знаем пока жизнь Энди Уорхола, вот что я скажу. По идее, этот шквал должен быть звонком. Сейчас Николай сказал, как, не знаю, какой-то партийный функционер в советское время. Плохо, товарищи, знаем мы биографию Энди Уорхола. Давайте-ка будем подтягиваться. Да, Даша сразу сказала, что это великий художник. Когда я был молодым, этот художник был пугало, понимаешь, им пугали нас, чтобы поедать в эту гнилую Америку, там, Энди Уорхол. Непонятные искусства, консервные банки, да. Он дурит нас всех, там, телетворное влияние Энди Уорхола, и все, а сейчас он великий. Владимир, попробуй принять чего-нибудь звонок. Как быстро все меняется-то, да, в нашей жизни. Добрый день, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, я вас Александр. Александр, пожалуйста, ваш ответ. Эдди Седвик. Совершенно верно. Еще раз. Эдди Седвик. Эдди Седвик. Отлично. Ну что, буквально за пару минут до завершения программы вам все-таки удалось правильный ответ дать. Соответственно, мы вам даем возможность выбрать приз. Что вам больше по душе? Я думаю, Гауди Холл подойдет. Гауди. Я думаю, он вам прекрасно подойдет. Завтра в 8 вечера. Crazy Fifties. Пожалуйста, не кларите трубку. И еще один, видимо, уже последний вопрос на сегодня от Николая Голливкова. А я успею? Голливкова, да. Хорошо, что прекрасно. Значит, я сразу попрошу еще фрагмент музыки, где звучит гитара Карлоса Шантаны, а потом я задам свой вопрос. Это еще более поздний Карлоса Шантаны, если не ошибаюсь, 2012 или 2011 года, где он решил исполнить все знаменитые гитарные вещи. В одном альбоме поет тот же самый Роб Томас. Песня называется «Солнце твоей любви». Это вещь 1968 года. А вопрос у него будет совершенно другой. Когда спрашивали Карлоса Шантанова о творчестве, он говорил, в моем творчестве сочетаются два начала, мужское и женское. И моя задача уложить их в постель, говорил он. Так вот, мужским началом Карлос Шантаны считал ритм. А что он считал женским началом? Три варианта ответа. Три варианта ответа. Мелодия, гармония или импровизация. Отвечайте. Ну, я в этом же направлении мыслил. Да, да. 211-101, буквально полминуты, но чуть больше остается у вас. Из трех прекрасных слов надо просто угадать. Мелодия, гармония или импровизация. Набирайте, редактор наш подхватит телефонную трубку, быстро выведет звук. А уже подхватил редактор, уже быстро нам машет звукооператор. Добрый день. Мелодия. Мелодия? Да, считай мелодию. Он точно так же считает, Карлос Шантаны. Конечно, мелодия. Мелодия и ритм. Его задача уложить их в постель и пусть все, что у них происходит, будет интересно и красиво. Как вас зовут, хочется выяснить еще. Здравствуйте, Сергей зовут. Здравствуйте, Сергей. Судя по голосу, мы как-то раньше вас не слышали. Вы впервые участвуете? Да. Ой, отлично. Сразу в дебютом. Что хотите получить? Книжку или пойти куда-то? Пойти в англ. Можем вас в галерею прогресса отправить. На выставку оттепель, выставку гол. Книга – это лучший подарок. А, книга – лучший подарок, да? Ну, тогда определяйтесь. У нас осталось две книги «Чемодан Миссис Синклер» и «Душа моя Павел». Обе очень красивые. К сожалению, две не можем вам отдать. Да, только одну. Да, «Душа моя Павел». Отлично. «Душа моя Павел». Да, 18 плюс вам есть 18 лет? Есть, есть. Да. Есть. Ну, все, так уверенно. Поздравляем, Сергей. Спасибо. Участвуйте еще. Ну что, на этом завершаем программу «Культпоход». Благодарим нашу гостю Дарью Ткачеву. Еще раз напоминаем, что фестиваль немецкого документального кино будет продолжаться в нашем городе до октября. До октября следите за информацией в соответствующих группах. «Колизея» фильм про немецкого художника Отто Модерзона. Здорово называется «Широко и мощно природа» Отто Модерзона. Правильно? Да, совершенно верно. Ну все. Спасибо нашим слушателям. Спасибо. Спасибо тем, кто следил за трансляцией в нашей группе ВКонтакте. Культпоход на этом завершен. Я не прощаюсь, кстати, до встречи в программе «Сделано в Вятке». А я приду в воскресенье в открывашку. Открывашка в 10 утра, где точно так же будут разыгрываться всевозможные призы. Только детские. Но уже рассчитанные на подрастающее поколение, на наших сыновей, дочерей и так далее и тому подобное. Все. Культпоход завершается. До свидания.